Продолжение следует... 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 там на слонах и китах и черепахах, то они начинают сверху на него кидать камни оттуда. Он им говорит, возьмите телескоп, посмотрите, ведь земля-то не квадратная, а круглая. Они раз каменюку ему оттуда начинают с арбалетов стрелять и говорят, ты дурак. И никакие научные доводы, никакие научные открытия, никакие там здравомыслящие люди не могут преодолеть эту стену. И эта стена из крепости, которая была крепостью для сохранения знаний и мудрости, превращается мгновенно в тюрьму. Такая бастилия, в которой там сидит этот самый единственный заключенный, который тот оказался еще в конце концов маркиз де Сад. Вот это единственный заключенный, которого освободили из бастилии. Когда разрушили ее во время французской революции, там сидел маркиз де Сад. Все, вот что добились, освободили маркиз де Сад. Главный заключенный сидел. И вот эта тюрьма знаний. Кажется, что хранение, ну да, там были такие незначительные какие-то, там было две торговки, которые, я помню прям весь список, там две торговки, которые рыбой тухлой на базаре торговали. И там кто-то еще налог какой-то не заплатил. Зато символ освобождения Франции. И суть того, что вот эта вот крепость, хранившая знания, хранившая жемчужину, вдруг превращается в тюрьму маркиза де Сада, в которой сидит маркиз де Сад. И упрямство отнюдь не красит ослов. И конъюнктура изменяющегося мира, она вносит свои очень-очень серьезные изменения. Это я не к тому, чтобы там кого-то оправдать или кого-то обидеть, а только к тому, что мозг человека так устроен. Это наша биохимия, природа такова. Можно спорить, можно, знаете, опять начинать этого Галилея, Джордана Бруно там, не знаю, спалить или Галилея посадить в тюрьму. Но Земля все равно вращается вокруг Солнца. И тут ничего мы не сделаем. И мозг, это уже научно доказанное открытие, то есть структура мозга меняется у человека. Даже, знаете, раньше же нельзя было в мозг заглянуть, теперь можно делать томограмму. И томограмма мозга показывает, что человек, который не имел власти, и вот он получает сегодня власть, прямо можно каждый день сканировать его мозг, и как меняется структура мозга у человека. И он становится менее чувствителен к жалобам и просьбам нищих и убогих людей. Чем больше власти, тем он больше отгоняет от себя назойливых мух с их страданиями и проблемами. Мы уже говорили об этом. Да, мы говорили, нет, но это все из одной оперы, да, понимаете. Я понимаю, вы из Кулябина сделать Джордана Бруно? Да, я, кстати, отнюдь не сторонник различных таких эпатажей и провокаций. Я считаю это дешевым пиаром и неправильным подходом. Это дорогой пиар вообще? Да, да, да. Но нет, а выглядит вообще так, как будто... Он, наверное, хорошо нажился. Да, да, да. Но я не думаю, что вот он нажился, потому что ему-то, по-моему, это было все пополам. Это другие, другие, с другой крепостями. Да народ валил на эти постановки, пилетов нельзя было... Это, нет, нет. На этот спектакль никто не ходил и... Да я уверен, что... На этот спектакль пока не вылетела вот эта каменюка из епархиального управления под названием, там, это самое, мы защитим наши традиции. Оттуда бы не вылетела, вылетела бы из другого. Да ни откуда бы она не вылетела. Если мы сейчас с вами обсудим то, что за прошедшие 20 лет было сделано в нашей культуре, то можно нам все кинуть камень в любую постановку. Но что-то не летело? Ну, не настолько же. Настал момент. А в чем настолько же? Нет, ну, Кулябин решил выставить нам на сцену образ, в общем-то, святой для людей всей страны, скажем так, нашей и вообще всего христианского. Я согласен, да. Он выставил на сцену, в таком эпатажном разрезе, в таком эпатажном разрезе, что и на таких сценических формах, что это невозможно было не заметить. Каком? Ну, вы же знаете, что... А почему? Это очень меня важно интересует. Я хочу вот эти вот все под бельем поковыряться в этих всех. Это не Бога. Подождите, в чем? Женщина скверное существо? Нет, я воспринимаю. Нет, я задам несколько вопросов. Женщина скверное существо? Значит, женщина скверное существо может быть в глазах кого-то. Женщина прекрасное существо, скажем так. Любой человек прекрасное существо, в общем-то. Это Божье создание и так далее. Конечно. Но дело в том, что здесь же есть элемент, во-первых, разврата. Во-вторых... Какого разврата? Христос не мужчина? Понятно, что... Как астрат? Не знаю. Нет? Вот вы сейчас скажете. Вы меня спросили, в каком? Я вам отвечаю. В каком? В чем проблема? Он выставил его там в галерее Венера, да? Грот Венера, что-то, да, да, я тоже смотрел. Значит, среди вот этих вот Вакхана. Да, да. И он ее хочет... Там так все сделано у этого самого Вагнера, что суть... Не у Вагнера, а у Кулябина. Ну да, у Кулябина. У Вагнера по-другому совсем, конечно. Именно к этому... Да, у Вагнера там другая идея. Но суть такова, знаете, что вот как бы не может никто простить, даже там в свое время Папа Римский говорит, что грех такой не может простить, а Бог прощает, и Бог милосердствует. Вы знаете, я вот хочу избежать в нашем сегодняшнем разговоре ханжества. Да, это. Дело в том, что, поверьте, я вот за многие годы церковной жизни столкнулся с тем, что, ну, все присутствует. Все присутствует, что мужчины такие же мужчины, женщины такие же женщины, батюшки пьют хорошо, изрядно. У меня по благочинению за 12 лет умерло от пьянства три священника потихоньку так. Кого-то списали, кого-то что-то. Ну, это просто реальность российская, что у нас любят очень сильно заливать за воротник. Я не к тому, что там кого-то осудить дальше, а о случае того, что кто там с соседской женой спит, так это вообще на каждом шагу. И в этом никто ничего не видит плохого. Но, с другой стороны, сразу выходит орать, что-то такое вот ханжески, кричать о том, что кощунственно, некрасиво и так далее и подобное. Я бы действительно воспринял это кощунственно, если бы, например, это как-то унижало Христа, если бы была там сожжена икона посередине этого театра, если бы закидали нечистотами какой-то там, ну, светлый чистый образ. А так, знаете, мужик в простыне, не всякий мужик в простыне, это Иисус Христос. В любой общественной бане можно, знаете, сколько таких Иисусов Христов найти. Надо было тогда сказать Кулябину, что, извините, ребята, вы не того увидели. А они там вообще никто Иисусом Христом не называют. Это понимаете, это все... Почему я этого не слышал? А вот я вам говорю теперь. Это притянуто за уши, потому что, например, Сын Божий. Так Божьим Сыном вы все дети Божьи. Апостол Павел нас называет. В либретто-опере там же написано, что это именно этот режиссер-постановщик под названием, по которому написал имя, там ездят. Помещает Иисуса Христов в рот Венеры. Да, не будем. Значит, это было отмечено. Согласен, не будем. Дальше отойдем от этого все. Знаете, вот эти все инсинуации по поводу Марии Магдалин там и Венера и прочее все остальное, они все время будоражат. Я настаиваю на тысячелетней церковной традиции. Традиция эта утверждает, что Христос совершенный Бог и совершенный человек. Это означает, что он ел, пил, спал, кушал, какал и писал. Следовательно, ничего человеческое ему не чуждо. Ибо если он не человек, а сверхъестественное существо, то кого ж тогда распяли на кресте? Если он не человек, то есть если он не с пробитыми руками, пробитыми ребрами, значит это как мусульман принято. Знаете, что там Аллах всем глаза закрыл, украл его с креста и он не умирал на кресте. Так мусульмане объясняют, у вас счастье на небеса, пророка Иссы, как они называют его. Поэтому здесь мое мнение заключается в том, что все слишком сконцентрировано на трусах. Среди трусов и нижнего белья, зачастую очень грязного нижнего белья, пытаются как-то за уши сюда притянуть Бога с божественными идеями и прочим, всяким очень таким светлым и великим, то что действительно пропитано Евангелием, евангельским смыслом. Высший разум даже по определению не может быть мелочным, обидчивым, завистливым, гневливым, жадным, упрямым и тупым. А мы ему все эти свойства приписываем. Христа нельзя оскорбить никакими Венерами, никакими голыми женщинами нельзя оскорбить Христа. Он их сам всех создал. Понимаете? Он дал каждому человеку его плоть и его кровь. И не мне чего концентрироваться вот с таким успехом на различиях между мужским и женским организмом. Понятно. Тогда что людям проходить мимо таких потажных вещей? Нет, нет. Это то, что я хотел высказать как бы в защиту. Не в защиту, а в понимании. В пояснении. В пояснении. А теперь я скажу с другой стороны. Я крайний противник задевать чьи-то мнения, чьи-то чувства. Я крайний противник ипотажа и зарабатывания себе авторитета на вот таких вещах. Будоража, будоража, будоража там людей. Собирая всякие эти самые подписи, собирая всяких провокаторов, скандалистов и так далее и тому подобное. Я крайне очень против этого. Во-вторых, я считаю это личной ошибкой между Эмилианом Леонидом Ильгорьевичем и Мездричем. Не знаю, как его имя и отчество. Это два чиновника, всю жизнь просидевшие в очень высоких должностях. Их задача, если кто не знает, Эмилианом Леонидом Ильгорьевичем, это мирское имя местного управляющего церковного. Вы имеете ввиду? Да. Значит, просто все было. Мездрич, кстати, очень хитрый и толковый человек. Он его пригласил два раза, тот ни разу не приехал. Все должно было произойти таким образом. Кто пригласил? Мездрич два раза приглашал к себе Тихона. Как только началось, он сразу пригласил. Давайте поговорим, давайте поговорим. Все должно было происходить так. Стол, нарезанная колбаса, пол-литра коньяка. Как между двумя министрами. Знаете, как между двумя министрами. И поверьте, Мездрич бы ради собственной должности, ради собственного спокойствия убрал бы все. Еще бы и сказал бы, все такого больше не будет. И на будущее никогда бы этого не допускал. Но вот эта крепость, в которой хранится идея о том, что земля квадратная, она привыкла к обороне. Понимаете? Она привыкла к войне, к мученичеству. И началось, что кто не выйдет там на какую-то демонстрацию, те все там чуть не христопродавцы, летят вот эти каменюки оттуда, вот это знаете, катабультой стреляют. И можно было, и Мездрич превращается в мученика. И теперь он ведь никуда не денется, а он наверняка займет какую-нибудь должность высокую. И будет при всяком удобном случае делать свое дело. А так было бы как? Он бы мало, чтобы Тенгейзера подправил, так он бы и другие всякие оперы проверял бы на это дело, чтобы ему опять не было проблем по этому поводу. А Кулябин, он вообще стал, я не знаю, Джордана Брула, то есть никому неизвестного человека сделали такого вот светоча современной культуры. И вдобавок еще самое, то, что он дальше будет отставить, он тоже никуда не денется. Будет опять будет провоцировать. Будет учеников делать, будет... Он понял, что на провокации можно заработать. Поэтому любовь, она не ищет своего, она не гневается, она не ненавидит, она всегда долго терпит, прощает и милосердствует. Поэтому надо сначала... Я бы понял вот эту ситуацию, если бы мне сказали, что на протяжении месяца велись переговоры, которые не привели ни к каким результатам, совершенно бесполезны. И наоборот, люди там вот озлобились, еще больше там движений какой-то. Понимаете, ничего этого не было. Мы выглядим идиотами, мы выглядим безграмотными, мы выглядим не знающими ничего и так далее и тому подобное. Я еще раз повторюсь, я не претендую никакое церковное мнение, пусть на него претендует там Емельянов и Леониды Григорьевичи. А я просто высказываю свою точку зрения, свою личную, насколько я вижу уже просто, исходя из опыта, как такие ситуации правильно с наибольшей разумной положительной эффектом, пользой для общества, ставить в рамки таких людей. А никогда... Вообще сама церковь, она выросла на мучениках. То есть вот это вот отношение, что кого-то надо там заклеймить, побить камнями, и оно кончилось тем, что церковь стала вообще везде. И так же будут вот эти театралы везде. Чем больше будет вот эта борьба, тем больше будет они будут мучениками, и тем больше они будут процветать. Это закон. Это никогда вот это противодействие ни к чему хорошему не приводило. А вот взаимопонимание и коньячок на столе – это самый лучший аргумент и в беседах. Понимаете? И потом они бы еще встречались, приглашали друг друга, тот бы на освещение каких-нибудь пределов в кафедральных соборах, а тот бы на какие-то новые постановки, еще бы сидел и спрашивал, а ваше мнение, владыка, какое. А так, вот эта вот война эпатажная – это просто, я бы сказал, такая бочка дерьма из этой крепости, выкидывающаяся. Это не правы ни те, ни другие. Это Кулибин, Евгений Вездич, не прав в том, что нельзя делать такие вещи. Нельзя. Но они могут очень легко сослаться на то, что им никто не объяснил никогда, и вообще они даже об этом не говорили. А когда они пригласили его к себе на беседу, чтобы он им все объяснил, он просто не пришел. И потом, знаете, это еще есть один бывший работник ФСБ, которого поперли из ФСБ за занятие подпольным бизнесом, Красич, господин, который сидит там теперь в випархиальном управлении. Как, значит, раньше попы работали в ФСБ, теперь в ФСБ пошло работать в випархиальном управлении. И вот он сидит там и пишет заявление, что нам теперь нужна вот победа, чтобы они покаялись, эти все Мездричи и Кулябины. Так что это будет за покаяние такое? Знаете, вот из-под стола с шипящим зубами, с шипящим фокусом, что будет с этого? Ничего не будет, покаяние не проделать. Да я уже просу тот, я вам все сказал. Мысль понятна. Я, как бы, вот ваша основная мысль о том, что нужно было вести диалог, вот в этом данном случае, что эту мысль я целиком полностью поддерживаю. На то и випархием уководится человек, который, в общем-то, должен с людьми высокого роста общаться. Конечно, конечно. Это не значит, что надо в каких-то других случаях, допустим, как предлагал Кураев в свое время, помните, пригласить этих девочек, которые там сплясали на блины. То есть тут тоже есть какие-то... А вы не помните до конца, после этого, знаете, что он имел, блинов? Накормив их блинами и объяснив им то, что они сделали, заставить их два месяца мыть в туалете. В туалете у меня, мне красавец, спасибо. Это так Кураев сказал. Это так Кураев сказал. Вот такая идея была. Ну, то есть тут есть такая... Туалеты мыть в храме, пожалуйста, спасибо. Какое-то равновесие должно быть в этих делах. Конечно. Тут, конечно, директор оперного театра... Я еще извиняюсь, да, вот буквально еще немножко времени есть. Я до конца дойду эту тему. Мы уже съели это все в семнадцатом году. Понимаете, вот сейчас мы опять наступаем на эти грабли, опять начинает... Вот каждый, я в своей крепости вам что-то кидаю, вы мне что-то кидайте. Мы уже все это съели в семнадцатом году. Было это, было все регламентировано. Какие должны быть... Цензура была везде. Какие писать книги, какие не писать. Кто в каком театре выступает, то не выступает. Чем это кончилось? Тем, что офицеры бросали в церковные кружки окурки. Тем, что попы ассоциировались с мракобесием и безграмотностью. И потом в семнадцатом году их начали бросать. Нас любят говорить, знаете, что это вот, я не знаю, какие-то там, я не знаю, тайные сидели там враги России. И они потом там вот разрушили церковь и все остальное. Да было сто тысяч священников в стране. Их убить, сто тысяч священников, надо представить, сколько народу надо. А еще, извините меня, их жены, дети, певчи, старосты, казначей, бухгалтерши, неизвестно еще чего. А монастыри какие были, с тысячами монахов. На одном Афоне три тысячи монахов жило. Куда это все делось? Ну, Афон далеко. Нет, я к тому, что вот из этой крепости нельзя кидать оттуда этот навоз. Надо всегда находить диалог. Более того, надо подходить ко всему, задумываться разумно. И еще другой момент. Со стороны надо даже уметь посмеяться над собой. Посмеяться над своим незнанием, посмеяться над своей наивностью. Это дает трезвомыслие. То есть человек тогда может хоть как-то трезво взглянуть на то, что он себя представляет. А здесь вот мы видим пример как бы театральной хитрости и абсолютной религиозной убежденности. Нетерпимости. Да, нетерпимости. Лоб нашла коса на камень. Ну, конечно, можно задавить. В 17-м году храмы жгли и попов в окна выкидывали. Теперь попы, пользуясь связями с властью, будут выкидывать мездрицы из оперных театров. И кулебиных из окон будут выкидывать с оперного театра. Ну, давайте, посмотрите, чем это привело. Теперь пишут на стенах, там, на оперном театре написали здоровее. Что за Тенгейзер. Всякие уже дети пишут. Непонятно кто там. Вот это, баллончиками бегают с баллончиками. Поэтому это вот такой подход. А кроме того, еще последний тоже. Вот насчет святынь. Христос страдал. Христос истекал кровью. Христос человек. И не надо отрывать. Нас делают святыньку, то есть иконку такую, которой никто не должен подходить. Не забывайте, что именно его величие заключается в том, что он стал человеком. Сидеть на небесах и оттуда, глядя с небес, ворушить пальцем океаны и горы, это не славно. А когда имеют... У нас чиновник придешь, дверь не откроют у тебя и не пустят. А тут Бог, сотворивший небо и землю, всех этих царей и всех чиновников, спускается с небес и становится человеком. Становится не просто подобным человеку, а становится именно человеком, плотью и кровью, совершенно становится человеком. Ну это понятно. А это говорит о том, что ему ничего человеческое не чуждо. И начинать из этого слова... И еще другое, я всегда это понял, и это очень важно, кстати. Вот из-за взаимоотношений между мужчиной и женщиной всегда пытаются устроить грех. Что что-то здесь вот такое скользкое, нехорошее, и там неизвестно какое. Вот не надо этого, вот этой заскорузлости, это и ханжества этого. Причем оно очень нехорошо пахнет. Вот нету в этом ничего плохого. Понимаете? Нет ничего в этом плохого. И то, что оно не всегда гладко бывает, так возьмите юность, там сколько влюбленностей, сколько там каких-то непонятных отношений, сколько там неизвестно, чего в голову ударило. И что из этого всего устраивать каждый раз трагедию житейскую и трясти в эту колокольню все опять, и колокола туда сброшивают. Не надо, я считаю, что... Мне хоть пять минут до видео. Я считаю, что здесь нету ничего скверного. И я не могу, конечно, так вот, я уверен в том, что правильное отношение, разумное, оно позволит спокойно относиться, разумно относиться к вещам вот этим всем и принимать правильные решения. Вот так я хотел сказать. Хорошо. Ваша мысль понятна. Я с главной вашей мыслью очень даже согласен насчет общения, правильного общения в высших руках. Это абсолютно правильно. Так и должно быть. Значит, но у меня есть несколько возражений на вашу речь. Именно потому, что, хотя из ваших слов вы накладываете общие человеческие отношения вот на эту вот провокационную кулябинскую форму. Может быть, вы не накладываете, вы имеете в виду в общем, но получается-то так. Понимаете? Я, конечно, подхожу не только к кулябину, а ко всему миру. Да, ко всему миру. Я понимаю. Значит, но здесь-то конкретно, конкретно народ возмутил. Давайте оставим Тихона в стороне. Народ возмутило. И народ не только в нашей городе. Народ во всей стране возмутило. Конкретно вот эта постановка формы. Кто такой кулябин? Ну, какой-то молодой мальчик, начинающий режиссер. Что он нам предлагает? Он нам в виде какого-то эпатажа предлагает свое видение искушений самого Христа. Извините меня, но каждый грамотный человек знает, какие искушения Христос проходил и что из этого... Или даже в Евангелии. Да, это... Оставьте вот этим людям, вот эти святые формы, то, что на этом построено все мировоззрение, вообще христианство, православие, вообще полного христианства и так далее. На этом построено. И когда приходит какой-то мальчик, неизвестная форма, он не неизвестный, у него были другие постановки, менее провокационные, но видите, он их возводит кверху, он идет вверх. Он сегодня нам предлагает свое видение искушений Христа. Народ это возмутило. Никакой мальчик не может навязывать свое видение вот таких вещей, тем более в таких формах. Не надо вот этого вот... Потому что вы говорите отношения мужчины и женщины, но тут-то нам показано отношение языческой богини любви с ее развратными нимфами, с человеком-богом, который христианство считает святыней. И который мы, как православные христиане, знаем все, что нам дало вот это вот многотысячелетнее, вот это вот оставленное о нем писание. И, кстати, русское православие, оно и держится на незыбленности, на незыблемости. Православное христианство – это самое ортодоксальное, наверное, да? Есть еще более ортодоксальное течение, есть еще более ортодоксальное. Ну, греческое, может быть. Есть такие монастырии, где что-то там патриарх не то сказал, Константин Апольский, его уже не поминают завтра, но это есть более ортодоксальное. Когда там какой-то Никон приходит, патриарх, какие-то формы пытается, и народ возмущается. А тут приходит какой-то Кулябин, извините меня, но, конечно, народ возмутило. Зачем вот это вот нам давать? Вот я считаю, вот внутренняя подоплека в этом. Еще я хотел бы предложить людям, которые вот по поводу тангейзеров рассуждают, просто, ну, если человек православный считает для себя грехом ходить и смотреть вот это, ну, пусть он не ходит. Возьмите, как грамотные люди, прочитайте либретто. Либретто – это его пирокулябинская, либретто – вагнеровская форма. Вот провокационность Кулябинской постановки видна сразу в сравнении вот этой либретто. Я даже вот время сейчас уделять не хочу, но она была сразу видна. Понимаете, он перевернул все с ног на голову, как делают, извините меня, бесы. Они все переворачивают с ног на голову. И когда вот эти бесы приходят к нам в культуру и начинают плясать на амбоне там… Ну, это вообще неприемлемо. Это вообще… Когда начинают… Пусть хочу где-нибудь, зачем на голову. …представлять картины, да, могут возразить, что там в смысле этой оперы Кулябинской было там… Сосед имеет право прыгать у себя в огороде. У меня в огороде не надо прыгать. Конечно. Это… Согласен. Значит, либералы могут возразить, которые заступаются за Кулябина, что смысл там был совсем другой, что там по смыслу этой постановки, наоборот, все это осуждалось. Да, ребята, ну что вы говорите? Вы это показываете, это яркой краской идет, это конкретная… Он зарабатывается деньги. Да, это конкретная провокация, на которой… Любое искусство я готов сейчас свидетельствовать. Прекрасно, сознательно понимал, что он заработает деньги. Я готов сейчас свидетельствовать, что любое искусство – это провокация. Пусть это будет Карл Брилов там с «Последним днем Помпеи» и прочее. Вы закончите, и я потом проотвечу. Карлу Брилову очень трудно считать провокацией пришествия Христа народу. Но это не провокация. Может быть, со стороны церковной… Господи, Брилова, Иванова, Господи, я перекусил. А, мы о другом. Мы о другом, да. Это Брилов, там это самое… Ну, давайте Иванова возьмем, да. Вот кто-то когда-то в то время говорил, что это провокация. Вот написание такой картины, пришествия к Христа народу. Ну, когда я ее рассматриваю… Явление. Явление Христа народу. Ну, когда я ее рассматриваю, что там провокационного? Ничего такого. Это великолепное художественное произведение. Кстати, как вы думаете, что такое явление Христа народу? Ну, это тогда, когда он явился вот в своем воскресшем образе, нет? Нет, нет. Давайте я подскажу вам. Богоявление. Богоявление? Что такое богоявление? Крещение. А, при крещении. Да, это он… До этого его никто не знал. А тут сказали это он, да? Да, Иван Креститель сам сказал. Да, там же находили Иван Креститель верблюжий. Вот видите, какой я открыл. Как же я мог это забыть? Это крещение, это был гребли. Конечно, там же сам Иван Креститель указывает посохом. И Бог, и Бес. Да, все сыны мои возлюбленные, в нем мы обладаем. Но в то время, в начале 19 века, вот церковные ортодоксы посчитали, это провокацией невозможной, потому что облик Христа можно было писать только на иконах, да? Церковные ортодоксы и Галилеи считали провокацией. Я в этом с вами согласен абсолютно. Я не вижу ничего провокационного в тех великолепных художественных произведениях 19 века, академических, где писались библейские темы и так далее. Итальянцы писали библейские темы. Это прекрасное, значит, вообще это наследие человечества, скажем так, на котором выросли многие-многие люди. Они тоже были весьма провокационные. Было там много провокационного. Кто-то вставлял провокационные вещи специально, но все-таки это были прекрасные, великолепные художественные формы. Мне кажется, любой творец не может выдержать иногда в какой-то момент что-нибудь не выкинуть. Это невозможно. Вы закончили? Я скажу так, Кулябин не дотягивает до великолепных художественных форм. Это уже, знаете, обычно говорят, после того, когда уже могильный пауз, когда стоит памятник. Я посмотрел, я посмотрел, только все-таки в отрывках. Ну, простите меня за то, что... Кстати, Баха, 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 при жизни... Ну, музыкой он закрылся великолепно. Надо отдать должное. Наш новосибирский оркестр сыграл замечательно. Я согласен. Вагнера исполнил музыку великолепно. На высоте. То есть, вот это... Вагнера вообще тяжелая музыка. И так ее сыграть, это надо еще уметь. И вот этот вот мальчик провокационный прикрылся великолепной музыкой, и получился всероссийский скандал. Вот мы ее видим. Так, хорошо. Теперь я вот сейчас, сидя в своем укреплении, подготовил катапульты, благодаря своему поповскому опыту большому, который мне позволяет... Я думаю, никто не отважится надо мной со мной такие дискуссии проводить, чтобы потом не быть осмеянным и закинанным из другой крепости навозом. Значит, я вам открою такие вот интересные-интересные вещи. Ну, во-первых, никто там ничего не показывал, что Христос там совокупляется со всеми этими самыми там девицами. Это раз. Во-вторых, Христос всю свою проповедь вечно был с блудницами и мытарями. И его за это вечно попрекали, что там кто-то ему, какие-то блудницы ему вопросы задают, а там пришла с миром и помазывала ему еще и нагло руки, ноги. Ну, не вечно. И все его тело, и он от нее ничего не это самое. Вот представьте себе, что сейчас? Входит красивая женщина, с длинными волосами, сюда. Вот, разбивает здесь сосуд с маслом и начинает вам, закатывает вам штаны. Начинает вам мазать ноги, как можно повыше руки, голову этим маслом. Как это будет все выглядеть? Подождите, подождите. Просто вот не отвечайте мне. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть не так ли, как у этого тенгизора? Конечно, да. А так оно и было. Потому что все евреи, которые были страшно завозмущались, начали бегать и кричать. Она грешница, потому что он не святой, потому что он не знает, какая женщина прикасается к нему. В общем, это произвело колоссальнейшие и потажные действия. Но он говорит им, не препятствуйте ей, потому что она на погребение меня приготовила, к смерти приготовила меня. Поэтому, понимаете, к любой вещи можно отнестись по-разному. Можно отнестись и сказать, а, блудница натирает ему ноги. Он же мужчина. Такой попробуйте. Вот сейчас я говорю, любая полуголая баба зайдет, начнет вам натирать ноги. Чем это кончится? Это кончится обыкновенными реакциями человеческими. И все это очень просто. Давайте не будем, это, как говорится, все эти мелочи. Давайте не будем вообще. В общем, возьмем. Пусть будет богиня Венера, пусть будет, не знаю, там еще что. Хоть как хочешь назови. Говорят, хоть горшком назови, только в печь не сажай. Вот, значит, это я к тому, что здесь было много эпатажных моментов и без этого. Поэтому, я думаю, это не Кулибин придумал это все, взятое из Евангелия. И все это просто выставлено в другом ракурсе. Можно на погребение, в гроб, да, намазать миром, а можно, я не знаю, еще что-то все придумать. Ну, вот эти вот, Мария Магдалина или там кто-то из, там вообще в Евангелии не указано, да. Там вообще есть, где указывается, а где есть, не описано, что пришла просто некая жена, блудница, которая там многими годами и трудами своими собрала 300, там, по-моему, золотых монет. А, нет, это Иуда сказал. Это уже извиняюсь. Это она собрала лавастер мира, разбила его и начала его все намазывать миром этим. Это была очень дорогая вещь. Иуда сказал, что это была эта трата. Нужно было продать это за 300 пенис и раздать нищим. И это самое, Христос отвечает, нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Поэтому она не мешайте, она меня на погребение сотворила, умазав мое тело миром. Отношение Христа к женщинам, которые оступились, ошиблись. Абсолютно верно. Вот видите, вот так, подождите, подождите. Подождите, вы высказались, теперь дайте мне высказаться. Давайте не будем подправлять, подрезать мне вот эти мои кружева, которые я плету. Макромя мое, вот так вот, чик-чик ножничками на ходу не будем потом подрежеться. Значит, суть такова. Если вы не верите. Да, 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 суть такова, что вас в любом случае всегда больше прав, чем у меня. Вы потом можете чего хотите там подрезать. Значит, суть такова, что это восприятие блудниц, вот правильно сказали, Христос не гнушается никем. И здесь, вот это можно тоже выставить так и сказать, что это он пришел оттуда, вот всех блудниц, царство небесное привести. Там ничего не мешает к этому. Он не пьянствует с ними, неизвестно, что там творит, а он их спасает всех. Поэтому тут можно выдумывать и говорить все, что угодно. Но самый главный камень мой, который я вам сейчас кину, ваш огород и вся вот эта красивая структура защиты нравственности и обиженных людей, которые возмутились там нарушением христианских святынь или как вот мусульмане за эту карикатуру на пророка Мухаммеда там поубивали этих самых журналистов и прочее все остальное. У каждого свои вера, у каждого свои чувства. Я сейчас вам скажу такие вещи, которые вот это все разрушат совершенно. И вы просто сами потом задумайтесь. Во-первых, так. Вот берем, значит, Иерусалим. 30-й год нашей эры. За три года. Сын плотника. И какой-то там учившийся в храме девицы, неизвестный никому. Ну, как воспринимают люди простые, там же кто там скажет, что Бог родил там. Начинает ходить по Иерусалиму с хулиганскими выходками. И очень длинобородых дедов, сложившимися их традициями, оскорблять, поносить, попрекать, называть их обидными словами. Потом зачем-то по субботам воскрешать мертвых, исцелять больных. Причем так сурово, проходясь по этой заповеди, помни день субботний, и же святите его, шесть дней делай, и сотворишь в них все дела, твой день же седьмой суббота, Господу Богу твоему. Поэтому жестко поступая с этой субботой, говоря, что не человек ради субботы, а суббота ради человека. Боже, это колоссальнейшее оскорбление религиозных чувств. Это просто пренебрежение. Представьте себе, что я сейчас, например, прихожу в кафедральный собор, переворачиваю пару лавок, там выгоняю старух плетями оттуда, причем беру такую плетку какую-то. Торговца. Торговца, да, да. Не старух. Торговки, вы не поняли меня, я имею в виду бабок, которые торгуют сверчками. Уточняю. Уточняю, да. Из церковных лавок, выгоняю их оттуда, из храма говорю, дома отца моего не творите вертеп разбойников. Дальше, всех вот этих дедов, которые там с длинными бородами седыми ходят, называю их книжниками-фарисеями, причем стану на ступеньках где-нибудь на огонь и буду говорить, на седалище Христовом сели книжники и фарисеи, и сами не берут благодать, и других не допускают. И буду им там всем дедам, там много бородатых с длинными бородами. Я, говорит, как один умный человек сказал, я старцев не видал, а вот дедов бородатых видал много. После этого, не знаю, там, я, конечно, воскресить никого не смогу, там, от смерти поднять, это я поэтому так чисто образно говорю, не претендуя на какие-то там высочайшие лавры, святыни и благодати Божией. Кстати, между прочим, многие одно верят, другое не верят, кому чего хочется, то и верится. После этого умудрюсь попасть на церковный суд перед Сен-Дреоном, где назову себя Божьим Сыном, и Царем Иудейским. После этого бородатый каяфа разорвет на себе одежду и будет кричать, вы слышали, хулу на Бога, и что достоин, и все будут кричать, достоин смерти. Вот вам мальчишка, который эпатирует, ходит, хулиганит, тем более, что по сравнению с этими дедами, Христос совершенный мальчик. 30-летний парень, который только вошел в возраст, евреям позволялось только с 30 лет проповедовать, но этого нельзя было, считался несовершеннолетним человеком. Мало что ходит, проповедует и все там скандалит, так он еще и откуда-то не взявшийся, неизвестный, нигде не учившийся, ни у кого из этих стариков, не бывший в учениках. И они еще 12 лет, вы помните, еще 12 лет удивлялись его мудрости, какие он давал им ответы на их вопросы. Поэтому первый хулиган и всем вот этим вот, возглавитель всем этим хулиганам, это Иисус Христос. И если бы он сейчас прошел по Красному проспекту со своими словами, вот, например, остановился в областной администрации бы, повернулся и сказал бы, «По рождении Ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Кто вам внушил бежать от будущего гнева?» Как бы они отреагировали бы, интересно. Евреи, кстати, очень реагировали хорошо, они хотели его сбросить со скалы, побить камнями, и в конце концов они довели свое дело до завершения. Понимаете, да. Поэтому вопрос в том, что во всем должна быть мудрость. Вот мы с вами, мне очень нравится, когда мы с вами находим понимание, вот, когда мы сказали о том, что надо уметь беседовать, надо уметь общаться, надо уметь услышать доводы, даже вот сидя в этой своей замкнутой тюрьме, крепости, там, уметь услышать и увидеть, что не надо делать из кулябина Иисуса Христа. Вот. А надо было просто сказать, пальчик, что такое тут, что такое, мездочек бы вызвал, вообще было бы тихо, спокойно, ничего. А устраивать вот эти вот побиения камнями, распятие, там, демонстрации, это вообще, вы знаете, мне очень нравятся слова Григория Богослова. Я вот вам приводил первую фразу, то, что человек есть одухотворенное животное, теперь я вам приведу вторую его знаменитую фразу. Она звучит так. В молодости я очень много натерпелся от разных всяких собраний, соборов, где собирается много народу. И теперь я кланяюсь им издалека. Я их уважаю, но туда никогда не пойду. Кланяюсь им издалека. Поэтому я тоже считаю, что это правильно. А находить, вот я бы, например, крайне бы возмутился, если бы действительно было что-то такое, как Пуссирайт, когда идет прямое осквернение святыни, там, можно порубить икону, например, да, там, осквернить храм, что-то такое. Это недопустимо ни в коем случае. А когда кому-то что-то кажется, чудится и мерещится, знаете, вот, одному показалось, что кошка была, пробежала серая, а другому показалось, что она была черная. Они начинают по этому поводу спорить. Здесь, и потом оскорблять жителей Новосибирска, говоря им, что они христопродавцы, если они не выйдут на митинг. Я кланяюсь митингам издалека. Издалека. Всем митингам, кстати, Емельянов Леонид Григорьевич тоже кланяется им издалека. Он не пришел. Что же он кланяется, вот-вот кланялся, он из Кафедрального собора им кланялся. Издалека. Ну, что ж тогда так. А поступает, как Григорий Богослов. Поэтому здесь вот надо очень мудро поступать, очень во всем мудро, не раскалывать общество. Это неправильный совершенно подход. Потому что, что в результате получилось? Вот эта часть, которая считает себя театралами, искусствоведами, сейчас заперлась в своих, в этих самых бастилиях, в своих замках. И теперь смотрит на все это, на попов, как на цензуру, мракобесов и так далее, там подобное. Кстати, знаете, вот, не без основок, кстати, не без основок. Кстати, Кураев, какой он не есть, он тоже приезжал же здесь. Вот он человек интересный. Он раскопал все это дело. И для собирания вот этих демонстраций вообще чуть ли не какая-то там полубандитская организация участвовала. Понимаете? Ну, что это такое? А вы, знаете, всегда вылезет в конце концов, где-то кто-то, вот когда начинается шумиха, да, вылезет что-то сбоку. Что за организация? Надо же основания какие-то. Да. Нет, он умеет, основное-то же он сказал, не я, пусть он и отвечает за свои основания. Люди собирались вот в сетях, я видел это. Нет, в сетях-то это в сетях. Вот Новый Орлеан, возьмем, затопило его водой. Кто повылазил сразу, спасатели и... Грабители. Сразу грабители вылезли. Все всегда так. Поэтому под шумок, всегда вот под такие вот революционные, скандальные события, всегда собирается что-то темненькое. Здесь есть вам помощь, у вас. Шумок. Ну, вот видите, поэтому я, поверьте, я не хотел никого обидеть, я не хотел ничего такого сказать. Я просто все, что я думаю, это, как вы знаете, пережито просто. Я говорю из того, что не надо затаптывать никого в грязь, потому что, к сожалению, вот люди такие высокие, они воспринимают своих подчиненных как разменную монету. То есть, как мусор. И выкинуть человека там и так далее и так далее, это совершенно не считается зазорным. Нужен, пока человек нужен, он нужен. Когда он не нужен, мало что затопчут, только еще и заплюют. Можно я добавлю еще несколько вопросов? Да, конечно, конечно. Потому что уже, в принципе, ну, я... Тема раскрыта. Тема раскрыта, да, вы уже сказали. Я еще, можно, чуть-чуть немножко скажу, и вы потом, если захотите, закончите. Значит, я все-таки считаю, что вот самая разумная общественность, самая культурная, нормальная общественность сказала так. Ребята, вы, если хотите какие-то эпатажные постановки, делайте это не за государственный счет. Это правильно? Правильно, да. Совершенно правильно. Значит, художник должен быть ищем. И там вы делаете, что хотите. И пусть вас ваша публика, которая вам платит деньги, смотрит, что хотите. Понимаете? Я здесь полностью согласен. Храм культуры должен быть храмом культуры. А наш оперный театр – это действительно храм культуры, построенный во время Великой Отечественной войны, когда люди отдавали последнее и на фронт, и на строительство большого театра. Он был открыт на победу. Понимаете? Это же, ну, это тоже ведь какая-то гвоздь, которую воткнули вот эти вот псевдокультурные деятели на 70-летие победы. Ну, это ладно. И храм культуры должен быть храм культуры. И нельзя в этих храмах делать, я считаю, постановки, которые от культуру уводят в другую сторону. Та же самая опера «Тангейзер» имеет высоко нравственный смысл. Очень хорошая, романтическая, нравственная, красивая. Да, либретта «Тангейзера» в Абгеровского очень глубокая. Очень глубокая. Там смысл и прямо совершенный. Мне больше всего нравится, что даже то, что римский папа простить не может все равно. Да, там столько смыслов в этой опере, что есть для размышления очень большая, богатая вещь. Классика должна быть классикой. Классика должна быть классикой. Да, и пожалуйста, что в наших храмах культуры, и тем более на государственные деньги, показывайте народу классику, на которой веками люди учились. Согласен, согласен. Два момента. Значит, первое, конечно, нельзя позволять Кулябинам делать свои театры. Вы сказали, что там где-то пусть показывают. Если они будут на стороне это все показывать... Согласен, по наших законам им запретить это. Запретить нельзя, но если мы будем еще это подталкивать, сами делать параллельную нашему государству еще одну культуру, ничем хорошему по нему не кончится. И второй момент, это насчет, вот мы с вами сказали, что смысл глубокий скрывается в вагнеровской трактовке, то есть понимании вагнеровской трактовке всего. Я хотел бы еще раз, еще раз отметить, что для Бога нет ничего невозможного. И не надо никогда себя выставлять божественным нотариусом, защищать божественные интересы. Поверьте, Бог способен защитить свои интересы без нас. И не надо орать о том, что мы свидетельствуем этим свою веру, молчанием предается Бог. У нас очень много есть таких, знаете, кстати, вот советская власть очень много от церкви приняла лозунгов. Есть лозунги церковные всякие, например, без епископа нет церкви, кому церковь не мать, тому Бог не отец, и тому подобное. Их много есть, я не буду сейчас все это перечислять. Они поменяли на слово партия. Да, 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 пролетарии всех стран соединяйтесь, Ленин с нами, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, кто не с нами, тот против нас. В общем, это очень все легко перешло в коммунистическую идеологию. Поэтому я вновь и вновь всех призываю знать, знаете, что Бог, Он любящий отец, и Он способен все простить, и Он способен все понять. И Он не поругаемый. У него нельзя метнуть камень, его нельзя оскорбить словом, нельзя ничем. Поэтому не выставляйте себя идиотами в защите божественных интересов. Хорошо написал пророк Давид. Изымешь дух его и возвратиться в землю свою, и в тот день погибнут все помышления его. То есть Бог, Он хозяин всякой души, Он забрал, и нету ничего. Поэтому не надо выставлять из себя божественного какого-то защитника и взрывать журналистов, или там, я не знаю, драться с театралами. Надо всегда ко всему подходить разумно. Знаете, что Бог любит и милосердствует о всех. И не надо его представлять себе злобной бабушкой на лавочке, сидящей возле пятиэтажки, которая собирает сплетни, сексуальные скандалы, завистливая, старая, жадная, и там еще много-много добрых качеств, которые свойственны человеку. Нет, Бог, Он, как пишет апостол Павел, есть любовь, а любовь, она не завидует, она не ищет своего, она никогда не гневается, она всегда милосердствует, прощает, любит и долго терпит. Ну и все, что нас движет вперед, и движет человечество наше вперед, наш русский народ движет вперед, это наше постоянное, ежегодное Христос воскресенье. Да, Христос воскресенье, Христос, такая радость в этом году, прям удивительно почему-то на сердце, и от службы, и от всего вообще просто большая радость. Поэтому, воистину воскресенье, Христос. Спасибо. Спасибо.